Этой чести мастеру достоин за безупречный художественный вкус, смелые композиционные решения, виртуозное владение техникой живописи и поддержание традиций русской реалистической школы. А жители Талдама нынешний год назвали годом писателя Салтыкова-Щедрина. Исполнилось 175 лет со дня рождения их знаменитого земляка. Главными событиями юбилейных торжеств стали открытие в местном историческом музее выставки «Родовое гнездо» и литературный праздник. А в Москве в Институте мировой литературы прошли щедринские чтения. На малой родине писателя в селе Спасугол побывали его прямые потомки. О спорте. Традиционные всероссийские соревнования «Лыжня-2001» пройдут в воскресенье в Яхраме. Главная задача организаторов соревнований – привлечь на лыжню как можно больше спортсменов. Победители ожидают призы и награды. По становлению губернатора Московской области Бориса Громова, на приобретение призов выделено 370 тысяч рублей и более 170 тысяч рублей из резервного фонда. Так что стимулы для победок в соревнованиях замечательные. А в Люберцах в спортивном комплексе «Спартак» открылся 9-й всероссийский турнир по боксу памяти известного спортсмена СССР и России Юрия Капитонова. На турнир съехались юниоры 1983-84 года рождения и взрослые спортсмены. Среди них неоднократные победители российских и международных соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Липецкой, Новгородской, Рязанской, Нижегородской и других областей России, а также из Дагестана, Мордовии, Карелии, Татарстана и Чувашии. В гости приехали казахские и украинские боксеры. Люберцы, Жуковский, Ступино, Химки, Матищи, Ногинск направили для участия в этом турнире своих самых лучших бойцов. Всего в соревнованиях участвуют боксеры из 10 подмосковных городов. Наш потенциал в профессиональном ринге, он очень большой. Наши боксеры успешно выступают за рубежом. Многие из них возвращаются в Россию, обогащенные новым опытом, новым знанием. Мы перешли в следующее тысячелетие, столетие. И я думаю, что хватит ума для того, чтобы выбрать то положительное, что было в прошлом и перенести его в настоящее. Первые четыре боя показали бесспорное преимущество боксеров из Подмосковья. Особенно удачными оказались бои люберецких спортсменов. Первые три боя выиграли мастера спорта по боксу Павел Шмелев, Андрей Зарецкий и Эдуард Варфоломеев. В четвертом бою встретились еще два подмосковных боксера. Оба кандидаты в мастера спорта. Михаил Суслиенко из Давыдова и Александр Баранов из Жуковского. Бой закончился абсолютной победой жуковского боксера Александра Баранова. Вы смотрели «Губернские известия», обзор основных событий в Подмосковье. Сейчас познакомьтесь с прогнозом погоды на завтра. До свидания. Всего вам доброго. Завтра в Москве и Подмосковье облачно, временами небольшие осадки. Местами туман, слабый гололед. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью 0-5 градусов, днем минус 3 плюс 2. В Москве ночью 0-2 градуса, днем минус 1 плюс 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова